Тишину полей вблизи деревни Нерейша заглушает работа металлоискателя и экскаватора. Второй день здесь проходит поисковая экспедиция. Основная цель – поднять номерные запчасти советского самолета «Петляков-2», который потерпел крушение летом 1941-го. В те годы 95-й скоростной авиационный бомбардировочный полк одним из первых был укомплектован новейшей техникой, на которой наши летчики выполняли боевые вылеты в район Лепеля для уничтожения немецких колонн. Мои родители – дети войны. Из детства мы слышали информацию о том, что здесь были погибшие летчики и разбиты самолеты. Когда мы ходили в лес по ягодам, все говорили – идите к самолету. То есть все местные жители, их уже нет, они знали, где находится этот самолет. Для Витебского рубежа это первая масштабная экспедиция. Подготовительные работы ведутся совместно с Сенинским историко-краеведческим музеем на протяжении нескольких месяцев. Сначала изучались архивные документы, опрашивались очевидцы, проходила разведка. Когда мы проводили уже подготовку к работам, вырубку места для того, чтобы могла здесь работать техника и проверялись отвалы именно здесь в районе Воронок, то это подтверждается в том числе и крайне фрагментированными кусками обшивки самолета. Даже вот куски сплавленного алюминия, найден осколок снаряда. Сейчас можно здесь увидеть, что есть два провала, идут радужные разводы, то есть от двигателей присутствует масло в двигателях. Идут кусочки останков пилотов, то есть костных останков. И мы очень сегодня надеемся, что увидим хотя бы какую-то номерную часть, которая приоткроет нам завесу более 80-летней давности. И мы очень сильно хотим установить именно вот этих пилотов, которые здесь погибли. По всей видимости, это предполагаемый останок погибшего члена экипажа. Поисковикам уже удалось достать из недр земли остатки фюзеляжа. Первый советский скорострельный синхронный авиационный пулемет «ШКАС», десятки патронов, фрагменты останков погибших. Президуалом обнаруженных на месте раскопок боеприпасов будут назначены баллистические экспертизы. При обнаружении останков погибшего экипажа, соответственно, будет проведен комплекс экспертиз, такие как судебные медикриминалистические, а также судебные, вполне возможно, и генетические. С той целью, чтобы определить возможность родственников каких-то погибших в годы Великой Осечной войны. В весенней вахте принимает участие 52-й отдельный специализированный поисковый батальон вооруженных сил Беларуси. Представители района ходила в Следственного комитета и комитета судебных экспертиз. Очередным уроком патриотизма нынешняя экспедиция стала для ребят из отряда «Подвиг». Мы помогаем отмывать детали. Пробулили просеку для проезда трактора. Мы находим мелкие детали, чтобы понять, где находится двигатель. Экспедиция в Сенинском районе продлится еще три дня. Обнаруженные находки будут переданы для экспонирования в местный музей. В июне участники Витебского рубежа присоединятся к республиканской вахте памяти. Им предстоит провести поисковые работы на участке более 2,5 километров под Лиозно, где в 44-м фашистами были убиты около 25 тысяч советских солдат. Анна Корольчук, Александра Ходюкова, Олег Черняк, телекомпания СТВ.